Тут буквально на днях стала известна очень такая ужасная новость. Московская студентка Милослава Малерова заявила об изнасиловании. Ну, заявила об изнасиловании. Изнасилование у нас в стране происходит, к сожалению, на регулярной основе. Но есть одна подробность. Она заявила об изнасиловании полицейским. Полицейским в ОВД по району Люблино, что, собственно, в Москве. Но, в принципе, на фоне новостей о швабрировании в это тоже не так тяжело поверить и не сильно удивляешься. Но подробности этой истории, конечно, заставляют встать волосы дыбом. Депутат Государственной Думы Сергей Шаргунов рассказывает подробности со слов девушки. 11 августа ее с молодым человеком без объяснения причин забрали в отдел МВД. По району Люблино там отобрали личные вещи. Девушка не могла связаться с родственниками и вызвать адвокату. А ночью пьяный сотрудник ее изнасиловал. Чтобы покинуть отделение, девушка порезала себе вены найденным лезвием. Однако отпустили ее только под утро. Правоохранители предлагали ей деньги в обмен на молчание о произошедшем. Личные вещи, телефон и паспорт ей не отдали, сообщается в СМИ. Документы вернули только через несколько месяцев после случившегося. И тут девушка подает заявление в Следственный комитет. А через месяц ей приходит отказ в возбуждении уголовного дела. Следователи посчитали, ну, видимо, взявшись за лупу, что девушка вступила в отношения с оперативником добровольно. Ну, очевидных следов увечья они не нашли. А значит, по этой логике она недостаточно сопротивлялась для того, чтобы это стало уголовным делом. Они не так написали и недостаточно сопротивляли? Ну, нет, конечно, они так не написали. Но из этого, собственно, пострадавшая делает такой вывод. Пьяный мужчина с оружием, намного старше, сильный физически. Какой смысл драться? Слова бесполезны. Поэтому, ну, я не думаю, что там можно было какие-то найти следы сопротивления. А прокуратура после огласки признала отказ незаконным и проводит дополнительную проверку. Ну, вот в очередной раз, да, на этом примере видно, да, сила общественного единения, да, общественной солидарности. Прокуратура после огласки заявила, да, ну, то есть ее вынудила прокуратура, гражданское общество вынудило в эту ситуацию вмешаться. В противном случае, если бы это все осталось на уровне какого-то, ну, знаете, просто возмущения человека, ну, естественно, так же прокуратура бы отфутболила очередной отпиской. В целом, да, ну, чем вот занимается полиция на протяжении последних многих лет? Она показывает свое истинное лицо. А это лицо зеркало государственной системы, того управления, да, той структуры, да, властной, которая установлена сегодня в нашей стране. И я вас уверяю, это цветочки по сравнению с тем, что будет происходить дальше. Потому что власть создала объективные условия для деградации, для разложения правоохранительных органов. Мы прекрасно с вами понимаем, да, что им нужны люди абсолютно беспринципные. Им нужны люди абсолютно лишенные морали, нравственности. Они там есть, безусловно, порядочные люди. Но система их оттуда выжимает, выживает. В системе не нужны такие люди. В системе нужны покорные цепные псы, которые будут команду ФАС выполнять без раздумий, без лишних слов. Для этого, конечно же, да, мы видим, как это работает. Попробуй в правоохранительных органах заяви о своих трудовых правах. Что сделает начальник? Просто кара будет запредельная. Обрушится весь гнев, гнет, и не только руководство МВД, там и прокуратура сразу подключится, и Следственный комитет. Потому что государство сегодня пытается сформировать карательную машину для выполнения любых, даже незаконных команд и приказов. А для этого, конечно, нужно людей, лишенных морали и нравственности, туда сорганизовать. Но будут ли высоко, я не знаю, там, образованные, уважающие себя, там, настоящие патриоты нашей страны, будут ли они бить, я не знаю, стариков и женщин на митингах? Да, конечно же, нет. Вот это видео, которое облетело весь мир, как руководитель полиции Италии, он на своем языке говорит, но там перевод, он просто кричит, видно, что мужчина очень волнуется, он говорит, я не могу идти против собственного народа. Я не могу, вспомните, протесты в США, где полиция присоединялась к протестующим, шло вместе с протестующими. Ну, представляете, насколько это страшно в голове, в представлении российских властей? Они не могут себе даже представить этого, поэтому идет постоянное, ну, я не знаю, они пытаются перековать, да, переформатировать эту систему. Им нужны люди, которые пойдут и с ноги просто, лошадиной, ногой своей врежут пенсионерки, отправят ее в реанимацию ударом. Ну, очевидно, да, что когда власть достигает этого результата, неизбежно будут идти последствия, побочные эффекты, что эти люди будут в обычной своей рядовой ситуации, в рядовой жизни, будут делать эти же преступления, потому что они не умеют жить по-другому. Они с точки зрения гражданского общества, они, ну, это просто, знаете, я хочу сейчас сказать, блин, очень, ну, просто, чтобы не матом, и чтобы меня не привлекли за экстремистские какие-то мои очередные мысли. Ну, они, это недалекие люди. Ладно, вот так давайте сформулируем. И власть это выгодно. И тут вдруг один из них попадает вот в беду. Оказывается, девушка не была запугана настолько, что вот пошла и начала отстаивать свои, отстаивать свои права, да, бороться за справедливость. Кто пришел на встречу? Тот, кто должен был пролить справедливость на эту ситуацию? Следственный комитет. Те, кто должны в данном случае добиться торжества закона, они встали на защиту системы. Почему? Потому что система устроена таким образом. Рука руку моет. И, там, следователи Следственного комитета понимают прекрасно, что произошло, но у них задача стоит укрепить. Потому что если они будут сажать каждого мерзавца, который там работает, там практически никто не останется. Начиная с руководителя, заканчивая, там, самым последним, там, низшим звеном. И только после того, как ситуация вылилась в прессу, после того, как она возмутила каждого адекватного человека, эта ситуация вынудила прокуратуру вмешаться и, там, эту ситуацию заставит рассматривать. Но это еще не панацея, я вас уверяю. Потому что по официальной статистике сотрудники правоохранительных органов, которые привлекаются к ответственности, к уголовной, более половины выходят на свободу даже после возбуждения уголовного дела. Зарешали, дружеские связи, отношения помогли. В конце концов, ну, вот этот вот, ну, я не знаю, кодекс, да, их внегласный, он работает, да, на защиту. А так, в целом, представляете, вот сотрудник правоохранительных органов защищать должен. Люди его должны видеть, уважать его должны. Они должны руки сжать, говорить слова благодарности за то, что он есть, за то, что он работает, за то, что он заботится о людях. А такие случаи, ну, мягко говоря, дискредитируют не только этого сотрудника, всю систему дискредитируют. И когда ты каждый день слышишь о том, что пьяный сотрудник сбил там человека, что пьяный сотрудник, там, я не знаю, похитил гражданина, пытал его, что сотрудника изнасиловал, причем, блин, в отделении полиции изнасиловал. Ну, конечно, какое уважение может быть, презрение будет. Но мы с вами, как прогрессивная, сознательная часть общества, должны бороться не со следствием. Мы должны бороться с причиной. Я ни в коем случае, чтобы у всех было четкое понимание, я считаю, что этого подонка нужно посадить как можно более сурово и как можно более длительный срок. Этого негодяя нужно воздать максимально, по всей строгости. Все перед законом равны, но сотрудник правоохранительных органов, облеченный властью, имеющий дополнительные полномочия и возможности, с него спрос больше должен быть, чем с других членов общества. И он, конечно, должен поднести самое суровое наказание. Помимо этого, его руководство непосредственное и кадровые отставки, безусловно, и в министерстве, и на уровне значительно выше должны происходить. И это будет государственным заказом, это будет сигналом для всех сотрудников МВД, что так больше нельзя, что это неизбежно коснется каждого и очень плохо закончат те, кто решили идти против интеллекта.